Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают но не мы не гражданите поджить у вас демократия есть в казахстане нет нет выборы были вот этого такая нелегитимный это даже выборки не были выборы или не были фактически были фикции какое число людей проголосовали за такая ну да ну по статистике 80 так что я просто гражданин я знаю что все были против абсолютно все а какой ваш кандидат был за которого были бы за они тут потому что наш предыдущий президент всех уничтожил а подождите а выборы были как вот выборы обычно идут два-три кандидата и люди отдают свой голос за кого-то такие знаете которых мы не знаем но такие ниоткуда выше люди там непонятны и вы за них голосовали вот лично я голосовал за непонятно да и не получилось нет конечно ну вот видите то есть победила демократия то есть победили большинству победил слушайте вот вас я не знаю в караганде во время вот этих событий которые у нас были вас как-то это коснулось вот ну по улицам толпы бегали там магазины разрушали людей обижали у вас это коснулось вас как-то ну как как в алмате как вам активность небо от людей выходили магазин и разрушали и кого гибели не уничтожали блок люди выходили а вот как вы думаете если бы у вас было как в алмате ваше мнение изменилось вот о том что россия ввела войска ни в коем случае изменился не грамм то есть вас бы вполне а вы на какой стороне бы вышли вот если вот как в алмате было вот люди бегали разорвали народ я именно житель казахстана живу в караганде я из народа а кто разрушал ходил вот эти вот магазины громили людей обижали кто это делал а это путинские войска не 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 обижали обижали вот именно кого бежать людей обижали громили магазины сжигали там чё-то да кто это не да 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 было 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 кто это делал российская федерация а то есть они наняли казахов которые это делали так не 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 вы судите по по телевидению ход вашей мысли вы смотреть телевизор и там вам сказали что именно так не он там люди жили казахские казахской национальности объясню давайте но построить объяснить давайте давайте вот наш президент сказал что пришло в казахстан 20 тысяч террористов уже прошел больше года нету террориста не задержаны их нету а может их так потихаря ну такой не может быть ну как потихаря у нас страна огромных же знаете тем более сколько населения вашей страны нашу на нашу территорию по месяц 5 франции сколько населения нашей страны 19 а во франции сколько населения там безразлично мы просто огромная страна увидите вы огромная страна а народу мало то есть можно куда-то где-то по телефону каждой стамени знаю все угодно можно можно там все выкладывали и вот как сказал наш президент был 20 тысяч террористов ни одного ну то есть посмотрите может можно предположить что при такой огромной территории и при таком маленьком населении можно пару тысяч туда-сюда закопать никто знать не будет конечно может если он согласен наш президент объявил чтобы 20 тысяч террористов хотя бы одного хотя бы одного не было кто были те люди которые ходили вот я же видел как оружие раздавали захватывали там какие-то воинские части когда грабили магазин кто были эти люди че а то есть казахи грабили казахов ну как грабили смысле как забирать ему саду боксу тилд я сейчас слышу как будто я и с вами разговоров на звать скобеева это соловьем разговаривать прям так я слышу они даже не родственник хотите вам объясню свою риторику вот я свою риторику вам объясню я житель таджикистана бывший житель таджикистана таджицкая ссср так вот смотрите сюда когда у нас в таджикистане феврале 1990 года тоже вышли вот такие возмущенные народные массы которым не нравился президент там какой-то там закон неправильный придумал что баранов тут пасти нельзя пасти на доме там да и барана резать надо не утром а вечером ну типа вот такого знаете вот такой же глупо как и у вас было вышли и потом три дня в городе был бардак непонятно какие люди тоже бегали по городу громили других обижали убивали некоторых скидывали с моста и все сидели и ждали когда наконец-то власть возьмется и знаете какая радость была когда вот пролетели вертолеты сбрасывали листовки и по телевизору объявили что в город выходит армия знать какая радость у людей было очень большая радость была согласен допустим когда были вот эти события вся полиция и военные стали на сторону гражданских абсолютно все вместе границы все вместе грабили нет грабили теме на российские войска а зачем тогда еще больше российских не российские войска пришли когда уже до ограбления начались нет нет и до ну как вы можете рассуждать об этом живя в америке граждане есть высшим гражданин таджикистану как вы мне казаху с казахстан ну конечно я могу объяснить потому что во первых потому что у меня больше возможности получать информацию в америке чем у вас это раз во вторых я у меня есть возможность мыслить объективно и видеть ситуацию объективно в отличие от вас в третьих я вам только что сказал как было у нас в таджикистане феврале 90-го я граждане казахстана как было у нас таджикистане феврале 90-го и как мы ждали что наконец-то вы пришла власть что потому что на улице выплеснулась вот вся вот эта быдлота которая ходила грабила взрывала разрушала и мы ждали когда наконец-то придет армия придет сила и наведет порядок хорошо александр сколько раз у был позов Treasure ski а в детстве раза два-три и что вы объясняете казахстанцу по законом что хотитецы меня убедить то что я изменяю глазами ведь меня буду видеть внешне не вы хотите мне сказать что вывод казахы все вы этоcolhi чеков что лет я не того казахức oblivion Казахстане. Я с вами глазами все видел. Вы не видели этого. Вы видели через телевидение, через интернет, телеграм-каналы, через WhatsApp вы видели. А это где? На Мосфильме все сделано? Я гражданин Казахстана, я здесь живу. Это все сделано на Мосфильме было? Как? Это все постановки Мосфильма, то, что я видел с интернета? Да-да-да, именно так. То есть верить надо вам? Ну, вы не верите, я свое мнение высказал, вы мне сказали свое мнение, правильно же? Слушайте, а если вы не верите своему президенту, почему он у вас до сих пор президент? Я не верю своему президенту. Я его больше не уважаю. Я считаю нелегитимным президентом. А почему нету вот этого, знаете, перевыбора? О, Майдан, вон как он там, у соседей. У нас нету, мы еще к этому не готовы, но у нас это все будет, это все впереди. Ага, то есть вас тоже не смущает, да, что после этого ракеты начнут, не дай бог, летать, еще чего-нибудь плохое будет? То есть вы идете к этому, да? А, ничего страшного, мы это все уже видели. То, что вот это Российская Федерация, ракеты, скандеры, цивилизации. Где вы видели? Это жалая какашка. Мы видим это на примере Украины. Ага. Там сверхзвуковые ракеты, которые сбиваются старыми патриотами разработки 80-го года. Ага. А, кстати, почему вот весь цивилизованный мир, так называемый, ну, за который вы там... Не-не-не, я так же сам говорю. Я там даже не раз не пошли говорить. Не-не, весь цивилизованный мир, вот на стороне которой Украины, да, поставляет вот старье 80-го года. Почему не подставляют новое, вот суперновое, например, F-35, F-22 Raptor, например, или там, например, какой-то супер-дюпер-пупер... А, кстати, если вы не знаете, если вы не читали последнюю новость, не смотрите, если не виднее, даже Путин высказал, что Европа и Америка поставляют F-16, F-22 уже поставляет. Там уже даже обучается военный. А, F-22 вы знаете, да? Кстати, сам педагоги были недавно вот эти какие-то... Вот это... Вы знаете, сколько стоит F-22? Я не знаю. У меня таких денег нет. 110 лямов. Ну, возможно, но они же поставили себе бесплатно. Да, F-22 это суперновый американский самолет, так же, как F-35. Вы думаете, они будут поставлять их Украине, да? Это уже официально заявили, что их будут поставлять. Я вам больше скажу, даже там украинские военные летчики обучаются уже даже. Да. А как вы думаете, сколько надо пилота подготовить на F-22? Даже на F-16 возьмем. Ну, я не знаю. Ихняя страна численно 45 миллионов. Ну, пускай там будет даже 5 миллионов военных. Выпускай обучат 50 тысяч даже. Это будет достаточно. 50 тысяч пилотов. Обалдеть. Да. Военных пилотов, профессионалов. Военных пилотов. Ух ты. Обалдеть. Профессионалов. А где возьмут столько самолетов? Сегодня заявила, Германия выдаст, Бельгия выдаст, Польша выдаст. Ну, там не помного, но они дадут нормально. Я помню, вот последние вот Польша со Словакии дали им это как его самолеты, да, вот и МиГ-29. Там вообще ведро с гвоздями, говорят, на запчасти. Ну, да, это же российские. Ну, говно еще то. Не, они советские. Ну, пускай будет советские. А у вас, вы на чем вообще? Вот вы, наверное, в Казахстане, вы, наверное, вот, ну как, выйдете, если бастовать, вы на боевых верблюдах поедете, да? У вас верблюда есть? Верблюда у нас есть только южно-казахстанской области, центрально-казахстанской области нет верблюдов. На север нет верблюдов, на западе нет. У нас только южно-казахстанской области верблюды. Ну, надо выращивать, слушайте, сейчас надо вырастить, потом пойдете президентский... Нет, у нас есть верблюды. Так у нас самое большое поголовнее лошадей. Президентский дворец лучше на верблюдах захватывать. Вот лошадь, она уже не так примелькалась. Мы на верблюдах, на самокатах поймем, нам без разницы. А, на самокатах тоже прикольно. Слушайте, только китайские самокаты не берите, батарейка сядет по дороге. Ничего страшного, мы пауэрбанг возьмем. А потом пешочком придется идти, знаешь, как в прошлом. Ничего страшного, это степень наша, логистика наша, ничего страшного. Понятно. У нас степень огромный, мы всех похороним. О, а вы потом спрашиваете, куда террористы делись? Видите, какие? Слушайте, а почему вы такой злой? Да, да, я согласен. Александр, я с вами согласен. Скажите мне, пожалуйста, что вам россия неплохого сделала? Мне просто интересно. Кто сказал, что россия неплохие? Вы вот сейчас говорите. Нет, я ненавижу не россиян, я ненавижу Путина. Кто воюет против Украины, я их ненавижу. А россия, многое страна, там живут так же, петнички, казахи. Это Омск, Томастибирск, Астрахань, Алтайский край. Там есть Таджикистан, ой, Дагестан, Ичкерия, Татастан, Башкортостан. Это многое страна, огромная страна. Там все воюют. Вот кто Путина поддерживает, все, абсолютно все. А про русских я не говорил. У меня, кстати, сноха русская. А, 80% населения, ну, по статистике, 75, ладно, поддерживают Путина. То есть они все это... Я не знаю такую статистику. Это кто подсчитывал? Я не подсчитывал. Слушайте, а вот давайте, ладно, пусть будет. Смотрите сюда. А если бы вот не пришла Россия на помощь, да, вот с ОДКБ вместе, вот когда ваш президент позвал... Вот, давайте я перебью. Никто не пришел на помощь. Эти х*** нас убивали. Не ругайтесь. Хорошо, эти нехорошие люди нас убивали. Все, вот на этом будем сказать. Как они нас убивали? Где они нас убивали? Знаете, сколько убили казах? Сколько? Не посчитать на пальцах не хватит, не на бабушке. Нет, а я вам свои дам. Сколько? Сколько? Никто не может посчитать. А почему не может посчитать? Вы что, больше, чем 10 считать не умеете? У меня есть лично знакомый. Которого убили? У которых убили. А, кто убил? Именно снайперы убивали. Не то, что там, куда попалось, реально, именно выстрелы. Сердце, голова, сердце, голова. Точно выстрелы убили. А кто убил? Войны российские. А там на пуле было написано Made in Russia или как? Да, 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 так и было написано. А, понятно, понятно. Прикольно, слушайте. Слушайте, а вот у меня еще один к вам вопрос. Я живу в другой стране. Меня хотите переубедить? Я же здесь живу, именно в Казахстане живу. Именно в Казахстане живу. Вот в этом и трагедии. И вы не далеко прослуждаете. Какого не было, какого и было. Вы как можете об этом судить? Я вполне могу. Кто вам такое право дал? Вот там было на пуле написано, не написано. Вот я житель Казахстана. Независимо, я казах, не казах. Без разницы. Я житель Казахстана. Каждый не Казахстан. А вы с другой стороны сидите и говорите, нет, такого быть не может. А вы вот за Украину судите. Кто вам дал право за Украину судить? Вы бывали в Украине? А вот я вам отвечу, вы только заслушайте. Вопрос такой, подождите, подождите. Вопрос такой. Вы бывали в Украине? Ну, дайте мне ответить. Не, вы бывали или нет? Ну, давайте я отвечу. Давайте. В Украине я и когда не был. Ни разу не был. Никогда не был. Ну, 24-23 февраля по центральной телевидению. Вот в телевидении. Кстати, в Казахстане работают российские каналы. Владимир Владимирович Путицевал. Я объявляю специальную военную операцию. То есть он объявил войну. Вот лично я оттуда видел с телевизора. Вот у меня дома нет. Вот у меня на кухне телевизор, у меня есть в зале, я могу показать. Я лично оттуда видел, что он объявил войну. Лично я видел своими глазами. Нет, вы только что что мне сказали? Путин что сказал? Я объявляю военную специальную операцию. Специальную, это не война. Ну, а, все хорошо. Я просто его слова цитирую. Поэтому я так говорю. Вот смотрите, если едут бронетехника, артиллерия, войны космические силы, морские корабли, морские корабли, морские корабли, это не война? Ни хрена себе? А Эрдоган тоже через пару месяцев сказал, мы в Сирии объявляем специальную военную операцию и ввел в Сирию войска. Так он полумасштабную не ввел же, он корабли, самолеты не пустил. Он туда две-три гранаты пустил, там две-три аркеты. Они просто пересекли границу. Вы это на свай, да, употребляете, я так понял? Первый раз казаха вижу на свай курящего. Давайте я вас перебью. Первый раз казаха на свай вижу курящего, все, что слово. Вот смотри, пускай вертолян там даже, пускай даже, я даже назову его воин, да мне хрен на них. А Украину почему я поддерживаю? Потому что в составе Сирдова 15 республик. Россия, Казахстан, Украина, все. Ты что, все или не надо? Не, вы все все равно не знаете. Ну ладно, какая разница? Ну ладно, я хочу, если не знаю. Вот Украина входила в состав. В какого хера они стали фашистами и нацистами? И как сказал Путин, не он нацист? Ну с каких делов? С каких-то времен? Ну как с каких времен? А их недели не воевали. У них не было героев Советского Союза. А вы как Бендеру считаете героем? Я считаю лично. Героем? Я считаю. А вы читали про возглашение независимости Украины 1941 года? В исполнении, кстати, Степана Бандера? Я не считал. Но если мы говорим про Бандеру, то он не военный человек. Подождите. Он сидел в концлагере. Правильно? По-моему, с 42-го по 44-го он сидел в концлагере. Фашистка. Немецкая. И он не военный человек. Он просто националист. А, ну вы же российский, понятно. Слушайте, а в концлагере пока он сидел... Подождите, дайте договорить. Ну давайте. Нацист и националист это вообще два раза слова. Абсолютно два раза значения. Объясните мне. Я националист. Кстати, Путин неоднократно говорил, что он националист. Я его поддерживаю в этом смысле. А, то есть вы поддерживаете Путина? Путин националист. Он сам лично говорил, я его поддерживаю. Вау. Что-то вы какой-то институт. То вы Путина ругаете, то вы Путина ругаете, то вы Путина поддерживаете. Вы определите, что это какое-то преломление сознания. Знаете, как доктор Джекил и мистер Хайд у вас. Вот два человека. Ну хорошо, если у вас есть возможность, планшет, ноутбук, компьютер, воспользуйтесь, пожалуйста, и загуглите или забейте куда-нибудь. Нацист и нацист, это два разных слова абсолютно по значению. Скажите мне, пожалуйста, когда Степан Бендера сидел в тюрьме, у него родился ребенок. Он в концлагере сидел. Как он его физически мог это забульбенить? Я не знаю, откуда я знаю. А, ну и ладно. Я же интересен, что только политическое его делюсь. Личную жизнь мне его не интересует. С кем он живет, с кем он спал. А вам вообще, подождите. Пускай он даже спал с мужчин. Меня это не касается. Вам вообще, казаху, живущему там далеко, вам какое дело вообще до Бендеры, до Украины, вообще до всех? Мне интересно просто, вам какое дело. Я за справедливость, потому что на мою братскую страну напали тоже мои братья. Потому что в СССР было 15 республик, мы все были братьями. Абсолютно все. Я вам сейчас больше докажу. Не, не, подождите, не надо доказать. Притормозить. Я вам покажу, я вам докажу. Унитаз? Почему были братья и народы, я вам сейчас докажу. Давайте. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите. Вот что, смотрите. Это мой военный билет. Ага. Это я получил, я служил в армии 2002-2004. То есть в Казахстане. У нас до того был до сих пор вот такой военный билет. Чтобы не с*****ть, я вам даже данные покажу. Не, не надо мне показывать. Не надо мне показывать это дело. Ну, а мне без разницы. Просто говорю, для меня это братский народ. Это так же, как российский народ, это для меня братский. Ну, вот п*****ть Путин напал на Украину. Не ругайся. Они еще фашисты. Смотрите, подождите, подождите сюда, подождите. Вот мне интересно ваше мнение. Да, вот вы, я вот, например, с Таджикистана, да, я вам только что сказал, что у нас были события в 90-х годах в Таджикистане, да, когда гражданская война была у нас, да, в Таджикистане. Скажите мне, пожалуйста, вы в курсе о той, гражданской войне, которая была в Таджикистане? Я в курсе. У нас ребята именно с Казахстана 1975 года рождения были на Таджикистане. Что они там делали? Воевали. На чьей стороне? На стороне федерации. А? На стороне федерации. А на каком, в каком они статусе там были? Как казахи или они добровольцы были, которые воевали на стороне? Нет, нет, они были не добровольцы, они были как миротворцы. А, то есть миротворцы, да. Ну, я это обсуждаю, это неправильно. Да, да, то есть они выбрали сторону других хороших таджиков, они убивали одних хороших таджиков против других хороших таджиков. Я это обсуждаю, я это обсуждаю, сразу говорю. А надо было что сделать? Надо было туда не вмешиваться, это ни наша страна, ни наша война. А сейчас, за какого черта вы сейчас претесь в Украину? Кто претесь? Вы. Там ни одного казаха нет. Вот лично вы сейчас выступаете, вот это, я скажу, что вы претесь в Украину. Какое ваше дело? Вы не пришли помочь нам, когда мы жили в Таджикистане, и когда у нас была гражданская война, и вы говорите, не надо было идти туда, когда у нас убивали людей, у нас гибли люди, у нас гибли от болезни. У нас, подождите, 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 я закончу, я закончу. Я закончу. Так вот, когда у нас гибли люди, когда от болезней гибли люди, когда от военных действий гибли люди, когда от голода гибли люди, вы не пришли нам помочь. Единственный, кто пришел помочь Таджикистану, была Российская Федерация. И как вы говорите, кое-какие миротворцы с Казахстаном. Какая Российская Федерация пришла? Российская Федерация пришла убивать туда. Российская Федерация, была 201-я дивизия в Таджикистане расположена, в Душанбе и в Курган-Тубе, это раз. Второе, российские погранотряды охраняли границу с Афганистаном. Если вы слышали про московский погранотряд, который был разгромлен полностью, бандиты с Афганистана пришедшими, вы должны это знать. А вы находились поблизости. Вы находились... Нет, подождите, подождите. Вы находились поблизости. И вы даже не подумали вступиться за братский народ, который погибал. Вам было пофигу. А теперь вы вдруг решили вступиться за Украину? Я вам не верю. Вы просто человек, который ненавидит других. У вас вот это вот пошло, вот это вот скотство. Понимаете, вот это скотство, оно не приведет ни к чему хорошему. То, что у вас сейчас нагнетают в Казахстане, казахи прекрасный народ, но то, что у вас сейчас нагнетают, в каждом народе есть такие, которые на это поведутся. И вы на это повелись. Это ничем хорошим не закончится. У нас такое было, я это знаю. Когда таджикам тоже умудрились внушить, что те плохие и все проблемы из-за них. И из-за этого было 7 лет почти гражданской войны. И погибло много-много народу. Я вас сейчас не слышу, я говорю. Вы будете говорить, когда я скажу, я вам звук сделаю. Я вам звук убрал сейчас. Поняли? Не надо здесь умничать. Не надо умничать. Мне не нравится, когда вы умничаете. Одним вы не помогали братьям? Как вы говорите, мы все братья в Советском Союзе. Почему вы тем братьям не помогали? Почему вы решили помогать этим братьям? Не слышишь меня, да? Я тебе сейчас звук сделаю. Говори. Говори. На Таджикистан напала Российская Федерация. Ты дурак? Я нет. Кстати, у меня высшее образование. Значит, идиот тогда. Я не идиот. За сколько купил высшее образование? За сколько баранов купил высшее образование? Подожди, подожди, я не йод. Я служу в органы. Диплом за сколько купил? Я попытан Salvador видел пропосмотр. Я ходил психолога. Диплом за сколько баранов купил, скажи мне? А-а-а-а, вот имперец. Поехало. Сколько баранов. Сколько баранов купил диплом? Ты думаешь, я таких, как ты? Ну давай начинай. Теперь я послушай меня сюда. Инперец, ну давай начинай. Инперец, слушай меня теперь сюда. Ты думаешь, я таких, как ты, не видел? И в Таджикистане такие были, которые диплом за баранов покупали. И у вас, я уверен, такие есть, которые диплом за баранов покупали. Что ты мне рассказываешь? Россия напала на Таджикистан, ты тупой? Вы с баранами живете, вы с баранами живете. Причем здесь баран? Я тебе не сказал, что ты с баранами живешь. Я знаю, с кем ты живешь. Мы вас научили писать, ходить в туалет, дома построить. Ну как, газуй. Я не знаю, с кем ты живешь. Я не сказал, что ты с бараном живешь. Я сказал, что ты за баранов диплом купил. Ну откуда ты это знаешь? Как откуда? Ты тупой, ты историю не знаешь. Даже ближайшую историю ты не знаешь. Историю. Хорошо, давай про историю. Когда началась Вторая мировая война? Поехали. О, молодец. Смотри, он украинцев нас варился. 1 сентября 1939 года. 1939 года? 1939 года. Ну? И? А когда закончилось? Ну-ка скажи мне. Закончилось. Так, мораторий был подписан. Мораторий был подписан 8 мая 1945 года. Какой мораторий? А что, капитуляция называется? Это не мораторий. Капитуляция. А когда закончилась Вторая мировая война? Ну-ка скажи мне. Ну, она еще продолжалась после этого. Когда закончилась Вторая мировая война? Скажи мне. Ну, капитуляция закончилась. Я тебе сейчас скажу, потом скажешь, таджик научил. 3 сентября 1945 года. Александр, успокойся, ты ватник. Ватник, скажешь, научил тебя. Не имею права себя назвать таджиком, ты не таджик. 3 сентября 1945 года закончилась. Вот просто будешь потом говорить. Скажешь, ватник из США, родом из Таджикистана, меня научил. Будешь своим братьям. Ты тут слова не говори. Ты позорь всех таджиков. Не говори. Ты ватник. Думаешь, я позорю? Ты вот сейчас сидишь, позоришь казахов. Мне стыдно за тебя. Мне за тебя стыдно. Иди помойся, ничего страшного. Почему помыться? Ну, жопу подотрит, я обосрался уже в полный рост. Казах прикольно. Знаешь, таких как называют в Казахстане? По-моему, Мамбет. Да? Кстати, я тебе благодарен, что ты назвал меня Мамбетом, потому что Мамбет – это имя пророка. Считаешь, ты прав. Спасибо тебе, я Мамбет. Пожалуйста, будь как хочешь. Спасибо. Можешь еще раз называть? Нет, больше не буду. Одного раза хватит. Я много хорошего в день не делаю. Кстати, Иисус Христос у нас называет Иса, он тоже был пророком. Да, конечно. Мы его почитаем? Почитать, правильно. Все религии надо почитать. Мамбет тоже был пророком. Все религии надо почитать. Все религии надо почитать. Надо с уважением относиться ко всем религиям. Ну, так что, Александр, скажи, ты меня обозвал или воспалил меня? Ты меня назвал Мамбетом? Я сказал, а ты воспринимай, как тебе удобнее. Знаешь, вот тебе так удобно. Мамбет и за имя пророка. Ну, пусть будет. Вот считай, что я тебя вот... Ну, все, молись на меня теперь. Да, вот сейчас вот упаду и буду молиться, да. Все, брошу. На каком языке хочешь, чтобы я молился? Что? Казахстан Велик. Заборный Тоджики Медонный? Цубинь. Тоджики Медонный. Течен Страдий Цубинь. Видишь, видишь, тогда не умничай и будем говорить на международном языке, который нас объединяет. Ты сам сказал, на каком языке будем говорить. Нет, я тебе не сказал, на каком языке. Я говорю, на каком языке ты хочешь, чтобы я молился? А, ну, широ впрочем, давай. Давай, на русском языке молись. Хорошо. Я сегодня начну молиться за то, чтобы излечение на тебя снизошло сверху. Чтобы ты, наконец, понял, что все люди братья, что врагов нет. Что нельзя одних братьев предвосхищать над другими братьями. Вот тут я могу сказать, все люди братья. Да, да. Чтобы ты это понял, чтобы ты это осознал вот своей головой. И у тебя, чтобы появилось в будущем чувство благодарности за добро, которое тебе делают. Хорошо? Кто мне делал добро? Не добро взял мама-папа. Ты потом осознаешь, позже. Можешь, кстати, маму-папу... Не добро взял мама-папа. Ты давно маму-папу давно видел? Мама у меня рядом, мы вместе живем. Ты вот зайди как-нибудь. Папа есть? Папа умер, в сожалению, в этом году. Сожалею. К маме зайди. Дядя есть? Дядя есть? Дядя есть. Вот, сядете, вот, праздник какой будет, семья соберется. Мама, папа, дядя, вот все-все-все просто сядьте. И попробуй, да, вот спросить, да, вот по поводу России, по поводу Советского Союза. Пусть они тебе расскажут, старые люди пусть расскажут. Может, у тебя мнение поменяется. Ты вроде еще молодой, но не совсем потерянный, но вот у тебя вот же ты не в ту сторону пошел, родной. Послушай старых людей. Почему я? Ну как молодой? Да, я молодой, спасибо за комплимент, мне 42 года. Да, ты вот не в ту сторону пошел, это не хорошая сторона. Я тебе... Поверь мне, поверь мне, я видел людей, которые идут в ту сторону, и чем это потом все заканчивается. А почему ты, в Санкт-Петербурге, уехал в Америку? Вот именно поэтому. Почему? Ушел от войны. А почему ты не поехал в Россию? Там нет войны. А потому что был выбор. А, ты предпочитаешь такие геи-ропу, геи-Америку. Не, не, не. Геи-ЛГБТ. Не, не, не. Там дозволяют однополые браки. Ты именно выбрал эту страну. Именно поэтому я женился на женщине, и у меня трое детей. Вот именно поэтому, да. Потому что я... А почему ты не поехал в Россию? Потому что в России в то время тоже было плохо. Менять одно плохое на другое плохое мне было как-то... Когда был выбор, я выбрал лучше. Ах, сука! Вот это я захрюкаю. Вот этот вот момент я захрюкал. Потому что вот это вот ущербное... Я пытался в конце даже как нормальным человеком поговорить. Ну, а ну, а ну, все там. Все. Тут надо выстировать порошком. Именно порошком. Может быть, с хлоркой надо выстировать вот эти вот мозги. Ребята, он ненормальный. Он вообще, он говорит просто лишь бы говорить. У меня вот до этого был такой же вот. Лежал в затекшем. Видели, да? В одном из роликов. И вообще с ума сходят. С ума сходят. Это вообще лояльность. Я уже не говорю о лояльности. Какая лояльность? Тут ненависть ко всем. Вот это вот заразное. То, что там, это заразное. Они не понимают. Они не смотрят даже, как было в Таджикистане. А начиналось же все так же. Начиналось же почти все так же. Кому интересно, посмотрите. Очень советую. Посмотрите. Война в Таджикистане. Посмотрите, как это начиналось. Есть фильм документальный. Посмотрите. И вот советую особенно. Я уверен, меня смотрят и тролли. И с другой стороны меня смотрят. Посмотрите, пожалуйста. Война в Таджикистане. Фильм документальный. И просто проведите параллели, как оно в этой жизни случается. Давайте. Удачи всем. Валико, восемь было. Один баран куда делся? А себя ты посчитал? Нет. Так восемь это вместе с тобой было. Восемь это вместе со мной было.